Здравствуйте! Перепись населения переписываться будем? Да, будем. Сегодня у переписчика Андрея Грабко по плану 35 адресов. Хоть нынешняя перепись дала возможность виртуальной регистрации, классический метод для многих по-прежнему незаменим. Для мужчины эта компания дебютная, работать отмечают комфортно. Планшет отменяет рукописный труд, автоматически выдает часть данных по респонденту, в итоге это экономит время. Проходили у нас курсы в отделе статистики, нам выдали всем планшеты, выдали бэджи, рассказали, как правильно нужно общаться с людьми, если вдруг какие-то конфликтные ситуации, как надо вести себя в конфликтных ситуациях. 49 вопросов и менее 10 минут на общение. В списке специалистов те, кто еще не переписался. Они ходят по домам с 9 утра до 21.00. Участие в переписи дело добровольное. Однако горожанка Людмила Литуновская уверена, переписаться – долг каждого гражданина. Наверное, важно и нужно, чтобы знать, наверное, количество населения, не знаю, экономическое, может, какое положение, все это, чтобы посчитали, чтобы смотрели, знали все. На русском или белорусском? Респондент сам вправе выбрать, на каком языке он хочет общаться. Если вопрос неудобен или человек не знает, как на него ответить, то можно его пропустить. В целом же, как отмечает Андрей Гробко, бавручане с большой охотой участвуют в социальной компании. Переписчик уже опросил больше двух тысяч человек. Для белорусов, кстати, это десятая по счету перепись и третья в истории независимого государства. В ней уже поучаствовало более пяти миллионов наших граждан. Но чтобы обезопасить себя от мошенников, внимательно смотрите, кого пускаете в дом. У переписчика должны быть удостоверения, специальная сумка с логотипом и планшет. К слову, продолжают работу и стационарные участки. Их в Бобруйске 22. Максим Кембель, Максим Галенка, Бобруйск 360.